На сегодняшний день все четче и четче проясняется, какой блокчейн за какое направление в NFT отвечает. Давайте рассмотрим это. NFT коллекционки, так называемые collectibles, карточки, которые слушают просто как картинка с какими-то трейтами. У них тоже есть какие-то метавселенные, механики игровые и прочее, но все же в первую очередь это позиционируется как коллекционки. И это блокчейн эфириум. В данном случае он занимает лидирующую позицию на рынке NFT в разделе коллекционок. Ну и конечно же здесь послужили таким толчком катализатором это криптопанки, потом хешмаски, бордопия клаб и уже другие тоже подтянулись. Ну и отличительной особенностью коллекционок является то, что в первую очередь здесь готовится какой-то маркетинг в социальных сетях, пишутся статьи, коллаборации с инфлюенсерами, ютуберами и так далее. И в общем выпускается коллекционка. То есть в первую очередь на первом плане именно идет коллекция, а потом уже к ней прикручивается токен, метавселенные, игровые механики и так далее. Ну например у бордопия клаб в начале просто была коллекция, ну по дорожной карте там было что-то про клуб, но все равно сейчас это прям уже как приватный такой закрытый клуб, типа как сообщество каких-то масонов, иллюминатов, и ну выпадают туда только владельцы официального токена их бордопия клаб. С коллекционками разобрались дальше. Следующее направление это у нас направление метавселенных. Блокчейн Solana отвечает у нас за метавселенные. Ну как показала практика, если проект выпускает в начале там коллекционки, ну как это на блокчейне эфира, да, а потом уже подкручивают под них вселенные и так далее, это не особо работает, ну и как выясняется, многие проекты это в принципе не могут гарантировать. Ну если речь идет именно когда в начале выходит коллекционка, а потом уже под нее метавселенная. Ну и совсем другая речь, когда проект изначально позиционирует себя как метавселенную, выпускает через IDO свой токен, как например это сделали StarAtlas и TokenPolice. Ну и даже еще до выпуска своих токенов они там проводили огромную кампанию, огромные у них там статьи на Medium, где рассказывают про проект, про вот эту свою метавселенную с космическими кораблями, войнами и так далее. Ну и изначально еще мы знали, что ну когда вот уже выходил проект в виде IDO с токенами, что там уже на борту очень много партнеров, крупных таких институционалов сидят там, ну практически вообще наверное все из криптомира, ну очень много просто их. Ну и только после того, как они выпустили свой токен, они уже устроили распродажу кораблей различных типов, где можно было вот купить, да, то есть ну в начале токенов, в начале партнерства, а потом уже только сами NFT. Также еще следующий проект, который тоже заслуживает внимания, да, ну здесь правда они выпустили в начале NFT, а только потом свои токены, но тем не менее, тем не менее, цена сейчас держится достаточно так внушительно на их NFT-шки. Можете посмотреть на маркетплейсах вроде Magic Eden, по-моему что-то около 45-50 салан за одну NFT сейчас, ну такая сумма, в такую сумму оцениваются их NFT-шки от проекта. Вот в Авроре тоже очень множество партнеров, очень много кто сюда вложился, как инвестор. Есть уже тоже демка игры, как и у Star Atlas, ну в различные трейлеры, как это все будет выглядеть, то есть тоже вторая такая очень достойная мета-вселенная. Ну и по сути все мета-вселенные, которые выпускаются, они тоже и большинство позиционируют себя, как и play-to-earn игры, то есть там можно играть и параллельно зарабатывать при этом их токены, ну и другие NFT. Ну и третий проект, совсем уже новый, это Genopets, ну новый именно потому что выпустили токены не так давно, а так тысячи яиц они запустили еще где-то месяц назад или даже чуть побольше. Ну и сегодня тоже у них будет сейл NFT их, оставшихся в 2333 яиц. Обзор на этот проект я уже делал, тоже можете посмотреть. Ну и тоже своя мета-вселенная, тоже с хорошими партнерами, они там сразу на NFT-х залистились, на Radium, Impossible Finance их поддержали. Ну и опять же, да, блокчейн Solana. Ну то есть мы видим, что именно на Solana выходит успешно именно мета-вселенная, то есть создатели мета-вселенных проектов таких, они выбирают именно Solana в качестве сети, где будут размещаться. Да, можно сказать, возразить, ну как же Sandbox, который на традиционном блокчейне эфира, да, работает. Но надо учитывать, что все-таки Sandbox разрабатывалось около 3, около 4, даже 4 года им потребовалось, чтобы достичь вот такой цифры. Ну в любом случае где-то не так давно он был и 1-2 доллара. Хочу сказать, что сейчас, если бы они запускались, то не факт, что это было бы эфир. Ну и плюс у них тут есть побочные сети, это Polygon и Harmony. Вот поэтому, возможно, тут появится и там, не знаю, Solana, Binance, Морчейн, может быть, все это прикрутит как-то через мосты. Ну потому что взаимодействие сейчас, например, в Sandbox в сети эфира это будет достаточно дорого, учитывая, что если это мета-вселенная, там нужно будет постоянно подтверждать какие-то транзакции. Это будет накладно. Ну тоже и касается другой стальника мета-вселенной, Decentraland, тоже у них эфир, ну и Polygon и Soro мы видим, тут есть сети еще. Ну то есть я не говорю то, что на эфире нету мета-вселенных, просто, как мне кажется, сейчас для мета-вселенных больше подходит Solana и выходит наиболее симпатичных, по крайней мере, в моем понимании, именно на Solana все проекты. Допустим, ну как пример тот же Axie Infinity, тоже можно сказать же, наверное, мета-вселенная, такая, ну своеобразная play-to-earn игра, они тоже сейчас, ну не так давно, где-то месяц назад, чуть больше месяца, перешли с эфира, ну сделали интеграцию с сетью Ronin, для того, чтобы, ну вот интегрировать туда токены Axie свои и SLP токены, чтобы уменьшить затраты на комиссионные. Ну и третье, давайте, это Binance Smart Chain сеть, как по мне, она кажется сейчас наиболее подходящей для, ну так называемых, игр-кликеров, где нужно просто тыкать постоянно и, ну, зарабатывать. То есть такая play-to-earn игра, ну по типу, сейчас вот здесь это My Neighbor Alice, ну в будущем будет Alien Worlds, Crypto Blades, Heroes Empires, ну и прочее. Ну, как по мне, такие игры, кликерные, они все-таки больше для такой краткосрочной перспективы, когда нам нужно быстро заработать, ну буквально там месяц-два-три поиграться и, ну, получить прибыль с этого. Потому что, если речь про такие фундаментальные проекты, как Staratlas или Aurora или Genopets, то там все-таки эта игра на перспективу, ну на год, на два или там вообще на 10 лет. Ну и прибыль, и потенциал вообще совершенно иной, на ином уровне. В общем, за сетью Binance Smart Chain, как мне кажется, это именно кликерные игры, где мы там нажимаем Fight и что-то с этого зарабатываем, ну и постоянно-постоянно таким образом играем. Ну просто очень много сейчас игры, наблюдая именно таких кликерных, тот же ПВО, Farland, который выйдет тоже, там ведь как надо будет тоже сражаться, ну в ПВО тоже с огорода ворон пугать, это все дешевые вот эти вот операции. Ну и тупо, где надо кликать. Просто, допустим, отличие метавселенных полноценных от обычной плейтойерной игры, ну сейчас, по крайней мере, на сегодняшний день, это то, что, ну задавайте себе всегда вопрос. Например, заходя в CryptoBlaze либо ПВО, когда я играю, мне, я бы хотел играть, если бы там не нужно было зарабатывать. То есть просто, ну, играть ради того, чтобы проводить положительное время. Если ответ будет нет, то это вот, скорее всего, раскликерные игры, потому что, допустим, рассмотрим игру GnPets, либо Staratlas, которая выйдет, там, наверное, ну, вероятнее всего, это будет именно, вы захотите играть, даже если вам за это не будет, ну, начисляться никаких токенов. В том же Staratlas, где вы там сможете летать на космических кораблях, там же просто чумовая графика. Ну, либо Illuvium тот же, который, она много превосходит проекты вроде ПВО и CryptoBlaze, вот, ну, хотя он и расположен на эфире. Ну, и, собственно, все, пока что сейчас я вижу такую картину. В общем, эфир — это коллекционки, БСК-сеть — это кликерные плей-то-верн игры, ну, и Solana — это мета-вселенные. Ну, Ранин отдельно — это под Axie Infinity, Vax — это паки, Flow — это сейчас пока что всего лишь NBA Top Shot, хотя потенциал у Flow есть, вот, но надо смотреть. Полигон, ну, типа, какие-то тоже NFT-картинки, коллекционки, но больше здесь просто как ZETRAN, один такой проект вытягивает, ну, типа, как Vax Infinity с раненым. Ну, а ZETRAN тоже можно, наверное, плей-то-верн игру отнести, там же скачки, за победу нам начисляют тоже, ну, типа, токены, как такой некий заработок. Вот, сеть Tezos, Nia, Feta, Avalanche, лично для меня сейчас пока что не раскрыты, и даже не знаю, как их, ну, применять, потому что все-таки процесс этот постепенный, и будет ли там место, ну, допустим, на Tezos, ну, возможность для раскрытия мета-вселенных, либо же, скажем, еще недооцененный блокчейн, это Космос с токеном Атом, там тоже своя возможная экосистема, там тот же The Strange Clan проект, там просто уже, ну, сами последователи даже Космоса, все, ну, фанаты, кто в этой экосистеме готовы буквально на руках вытаскивать проекты, которые там разрабатываются. Поэтому надо следить, смотреть, и 22-й год, скорее всего, мы увидим какую-то еще новую соцсеть, новую сеть, точнее, блокчейн-сеть, которая покажет еще, возможно, сможет в себя интегрировать и коллекционки, и плейтверную игру, и мета-вселенную, ну, и посмотрим. А на этом у меня все, подписывайся на мой Телеграм-канал, на мой Твиттер, заглядывай в мою коллекцию, и до новых встреч!